На библейский портал «Экзегет» поступил вопрос «Почему людям, далеким от Бога, щедро даются материальные блага?» — Вопрос хороший. Правда, возникает другой вопрос. А откуда вы решили, что они далеки от Бога? Знаете, вот когда ставит человек такой вопрос «А почему вот у соседа так, а у меня не так? А почему вот он здоров, а я болею? А почему у того есть машина, а у меня нету?» И так далее. Или вот как здесь. «Почему людям, далеким от Бога, даются материальные блага?» Вот в самом вопросе уже есть ошибка. Во-первых, вы не знаете, далеки ли люди те от Бога. Вы видите нечто внешнее, вы видите улыбки, радость, может быть. Вон, посмотрите на шоу-бизнес, да, все они такие цветущие, радостные, прям все у них вроде как хорошо. Или актеры. Но и сколько историй. Очень печальных. Чем они заканчивают? И никаких нематериальных благ тебе, ничего. Хотя вроде бы все было, все прям в руки шло. И может быть, даже они были без Бога в то время, действительно. Но, может быть, они потом пришли к Богу. Вот что я вам скажу. Давайте вспомним опять Евангелие. Искушение Иисуса Христа в пустыне. Дьявол ему говорил, что? Поклонись мне, я дам тебе все блага, вот все, что есть на земле. Деньги, славу, все явства, все тебе дам, все удовольствия мира сего. Только поклонись мне. А вот вы уверены, что податель-то вот этих благ, ну, скажем, тем людям, которые неправедным путем заработали какие-то богатства, что им вообще-то это дал Бог? А может быть, им дал-то дьявол, потому что они ему поклонились? А кто кланяется дьяволу? Неважно, знает он об этом или нет. Поклоняется дьяволу тот, кто исполняет волю дьявола. А в чем она, воля дьявола? Она в том, чтобы мы занимались, любили все, что в мире. Славу. Это раз. Деньги, другие материальные блага. Ну, и все вкусненькое. Все земное. Ну, а что по этому поводу говорит Господь? Не любите мира, не того, что вы в мире. А те люди, которые стремятся к деньгам, они любят мир. Значит, чем помогает в этом дьявол? Дьявол. А не Бог. Это раз. Бог попускает этому происходить. Но такой человек поклоняется дьяволу. У кого цель – материальные блага. И дьявол ему их подает. Но надо помнить, как говорится, ничто в мире не вечно. Рано или поздно эти блага еще до смерти человек теряет. У него может сгореть дом. У него могут конфисковать все, что он нажил непосильным трудом. Как в известном фильме. Поэтому, знаете, дела наши осудят нас. Последствия всегда наступают. Если я делаю дьяволу угодно, он мне и помогает. Но он же это потом и все отберет. Потому что задача сатаны – нас делать несчастными. Он увлекает призраками счастья. Через удовольствие, наслаждение всякого рода. Через славу, почет, уважение. А потом всего этого лишает. Я думаю, вы знаете множество историй. Он их по телевизору регулярно показывает. Особенно по некоторым каналам. Что происходит с этими людьми. Поэтому Господь и говорит. Трудно богатому войти в Царство Небесное. Легче верблюду войти, пройти через игольное ушко. Поэтому, друзья мои, во-первых, те, кто смотрит по сторонам и спрашивает, а почему у него так, а у меня не так, это люди, которые завидуют. Которые нарушают заповедь десятую, ветхозаветную. Не завидуй, если по-простому. Вот так она звучит. А мы завидуем, по сторонам смотрим. Задаемся вопросом. То есть мы считаем себя несправедливо обделенными. Мы же с Богом, да? А вот те безбожники, вон у них все есть. Бог их любит, да? Нет. Неправда. Поэтому не завидуйте. Не смотрите по сторонам, у кого что есть. А вообще-то я вам скажу, как человек, который бизнесом занимался и имел все блага и известность, и почет, и уважение, и все, о чем мечтают в миру люди. Это не делает человека счастливым. Поэтому тут скорее посочувствовать таким людям надо, чем завидовать и печалиться о том, что вот они имеют все, а я вот не имею того. А если Бог... Бог может быть подателем материальных благ? Да, конечно. Безусловно. Но он их подает тому, для кого эти блага материальные безопасны, чтобы, как говорят, голову не снесло. А то увлечется, и еще хуже будет. Поэтому кому не дано, именно Богом, а не дьяволом, значит, не полезно. Значит, не полезно. Но вообще-то счастливым человек не тот, кто богатый или бедный, а кто с Богом. Вот и старайтесь быть дружными с Богом, и у вас все будет хорошо. Продолжение следует...